Проблемы интеграции в общество детей с ограниченными возможностями здоровья до сих пор стоят довольно остро, несмотря на активную работу педагогов и медиков по программе «Доступная среда», реализация которой началась в 2011 году. Среди вопросов, остающихся без ответа, критерии, предъявляемые к психологу-медико-педагогическим комиссиям, которые принимают решения о возможностях каждого ребенка получать образование и определяют специальные условия для получения образования. Дети с различными проблемами могут учиться совместно со здоровыми сверстниками, могут учиться в специальных классах, могут учиться в специальных школах, могут получать домашнее образование, могут учиться дистанционно. И психолого-медико-педагогические комиссии – это тот инструмент, который помогает для каждого ребенка подобрать самую ему подходящую форму образования и рекомендовать те условия, которые помогут получить ребенку образование в соответствии с его желаниями, возможностями и потребностями. Но для того, чтобы решать такие сложные задачи, работникам психолого-медико-педагогических комиссий надо постоянно совершенствоваться, надо постоянно повышать свой образовательный уровень. Для повышения уровня таких комиссий Министерство образования и науки Российской Федерации провело в Российском университете дружбы народов конференцию совершенствование деятельности психолого-медико-педагогических комиссий в повестке актуальной образовательной политики. Основная цель – обсуждение классификации и критериев для формирования заключений комиссии и бюро медико-социальной экспертизы. Сегодня мы должны будем думать о том, какие формы, какие методы, приемы, работы необходимы для того, чтобы поднять уровень работы наших медико-педагогических комиссий. Как сделать, чтобы помощь всем детям, включая детей с ограниченными возможностями здоровья, была эффективной, чтобы мы все, что от нас зависит в сложных условиях реорганизации образования, смогли помочь детям. Несмотря на то, что деятельность ПМПК достаточно полно регламентирована, нерешенность многих вопросов возлагает огромную персональную ответственность на каждого члена комиссии, что поднимает вопрос об объективности принимаемых ими решений. Если задуматься, что каждый раз речь идет о судьбе ребенка, его родителей, семьи, то необходимость выработки объективных критериев не вызывает сомнений. Анастасия Колесниченко, Сергей Мартыненко, Новости ТВ РУДН.